Всем привет! Вы снова на моем канале и с вами, как всегда, Дмитрий Михайлов. Комин Бай. Выехали на очередной объект. Вот снаружи дом находится. Смотрим, как люди пытались выйти из положения, выше через общий грибок. Не знаю, чем они руководствовались, но поставили еще два угла 90-х и поставили грибок. Сейчас непосредственно мы войдем во внутрь дома. Я вам покажу, где у нас там будет работу проходить. И вот мы в котельной. Котел Нового Флорида. Подключение. Вот сюда будет врезка идти тройничок, выставить. И один тройник мы поставим непосредственно внизу, где-нибудь, для того, чтобы была прочистка и сбор конденсата. Вот что у нас внутри помещения. Вот красота. Сейчас еще раз поднимемся на второй этаж. Покажу вам по стенкам, что произошло. Чтобы вам немножко память освежить. Смотрим, какая проблема у людей. Полностью шахта подтекла. Видим, да? Когда ко мне люди обращаются за дымоходом, говорят, нужен ли дымоход. Я говорю, конечно, нужно загильзовывать. Вариант, что у моих дедов стоял и будет стоять, не проходит. Современные котлы у них высокое КПД. Что происходит у вас перед глазами? Сейчас спустимся на второй этаж, и вы увидите там красоту. Ай-яй-яй. И теперь смотрим сюда. Результат виден. Поэтому загильзовывать шахту обязательно надо. И по современным нормам, если мы будем касаться, то это обязательно. У вас ни один пожарник, ни один газовщик не примет дымоход без загильзовки. Поэтому, если вы поставите новый котел, ставьте и дымоход. Ну, наконец-то мы поднялись на кровь. Реально тяжело. Люди здесь пытались, что сами улибничать. Тогда у них ничего не вышло. Они обратились к мастеру. Поэтому будем работать, будем исправлять. Ни в коем случае так нельзя делать. Система вся собрана по дыму. Видите? По дыму точно. Внутренняя труба ходит вовнутрь верхней. И так дальше. И конденсат он все равно здесь будет течь. Никуда вы от него не денете. Поэтому, как собирать систему, я повторяться не буду. Конечно, по конденсату, что-то по конденсату. Но снова же, по конденсату, если это сертифицированная труба, если это гармошка, если это зубчатка накатанная, ни в коем случае там по конденсату нельзя собирать. Потому что все у вас за счет заужения и сечения будет течь все равно по наружке. Ну, если вы там только тонну герметика не положите. Поэтому продолжаем работать. Я вам покажу, что у нас потом на итоге получится. Сейчас будем демонтировать грибок. Ну, как бы так, солнышко, слава богу, все хорошо, все красиво. Работаем, посмотрим. Мне нравятся старые шахты, переделки тем, когда ты начинаешь скрывать, не знаешь, что тебя ждет внутри. На свою практику я первый раз вижу такую, чтобы пенопласт какой-то укладывали под низ. Он весь сырой, конечно, мокрый он весь в воде. Видите? Сейчас будем демонтировать, убирать. Надеюсь, что больше сюрпризов нас там не ждет. Начал доставать трубу эту. И смотрим, как конденсат съедает. Это оцинковка. Это оцинковка. И вот как ее съедает конденсат полностью. Весь в землях. То есть, где-то уже сквозняки и есть. Такое чудо инженерное мысль. Все. Отключаем, посмотрим. Как очень редко демонтаж старой трубы. Посмотрим, что здесь вся вкладка на полную свить сырая. Поэтому еще раз на вопрос, необходимо ли гильзовать дымоходы, я вам отвечаю так. Обязательно. И не важно, это камин, либо газовый коцелок, либо тоже топливный. Гильзовать необходимо. Все, смотрим. За результатами нашего не отключаемся. Вот что у нас в итоге получилось. То, что я вам обещал. Мы поставили два тройника. Затроники посредственных прочистков и загружка для обслуживания. Это необходимо подробнее. Снизу стоит сборник конденсата. Это сборник конденсата. В дальнейшем, если вопросы будут, то вопросы выведут в канализацию и все на этом. И подводка под 90 градусов. Это два экрана. Когда произойдет отделка, то экраны просто лягут на отделку. То есть, сначала, конечно, угол 87 градусов. И под наклоном мы уходим непосредственно в тройник шахту. Теперь у этого клиента не будет никаких проблем с конденсатом. Потому что раньше у котлов КПД было очень низкое. Сейчас КПД котлов очень высокое. Поэтому дымоход не успевает прогреваться. Для этого появляется конденсат. Сейчас я вам поднимусь на крышу. Покажу, что мы на крыше сделали. Смотрим, любуемся. Как я обещал вам, поднялся я на кровлю. Показываю, что у нас получилось со стороны кровли. Мы прошли трубой через общий грибок. Заказчикам грибок не оговаривался. Поэтому он остался старым. Бюджет не позволяет его поменять. Как есть, так и есть. Труба стоит кислотоустойчивого нержавейка. Ставлю только кислоту. Тут только 304 марку. Могу 316, но это снова же зависит от того, какой у вас котел. Есть ли смысл переплачивать. 304 на обытовых котлах замечательно стоит. Никих вопросов по ней нет. Растробное соединение, конечно. Вся система собрана по конденсату. Плазменный шов. Плазменный шов добавлением присадки. Потом здесь бугорком. Это отличительная черта данных труб. Они более прочные на шве именно. Ну и поставили, конечно, юбку под юбкой, где загриботизировали все. И грибочек. Грибочек дополнительной выклюбки. Все. Еще раз напоминаю для монтажника, в первую очередь, что подписаны на мой канал. Согласовывайте грибки с заказчиком. Если вы делаете работу по договору, прописывайте тот пункт, что в случае демонтажа грибка по причине того, что пришла газовая служба, не принимает у вас печное отопление в котельне. Поэтому оговаривайте эти моменты именно с заказчиками, чтобы у вас не было вопросов. Все. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Дмитрий Михайлов. Коминбай. С вами. Пока. Продолжение следует.